Большая победа для округа. В программу социально-экономического развития вошло строительство амбулатории в Зеленхозе и нового детского сада в микрорайоне Старый Зеленый. Пока тормозит процесс лишь поиск инвестора. Деньги на то, чтобы провести воду и канализацию, нужны огромные. Но эти объекты, они в плане. В плане буквально включили в 2018 году. Они вошли в планы. Благодаря очень серьезных усилий. Предстоит работы тоже немало. Узаконить земли в ДНТ Арбита, построить дорогу до городского лесхоза, провести воду к домам на Верхней Березовке. Задать вопросы напрямую народному избраннику и властям могли и сами жители. Одних интересовало, как бороться с теми, кто льет помои неподалеку от школы. Вот здесь, вот Богданово, или какая на улице, вот этот дом. Вот помойка прямо вот здесь. Вот здесь помойка прямо около дома, самого дома. Как вот с этим вопросом быть? Детях маленькие, это сейчас начнет все таять. Других напротив. Куда эти самые помои выливать? Вы говорите, что будете штрафовать по поводу отходов. А куда мы должны их сливать? У нас будет вам прорьба оказать содействие в строительстве туалета и в выгодной яму. Напомним, об этой истории мы уже рассказывали в эфире нашего телеканала. Задолженность собственников за услуги управляющей компании около 180 тысяч рублей. Исправно платят лишь две квартиры. Потому решать проблему жильцам необходимо самостоятельно. То есть здесь везде федеральная земля. Понимаете, да? То есть дежурный кодекс запрещает просто сюда выделить эти денежные средства. А население, к сожалению, за счет своих средств это не делает. Поэтому мы сейчас формируем программу расселения и со сносом существующих ветхих объектов. И эти два объекта, они на контроле. Мы буквально, может быть, в этом году, если все получится, то примем решение. После будут выполнены меры по рекультивации земли. Примут решение и по подсыпке дорог. Обязательно отсыпать. Я еще раз говорю, но сейчас будет проще. Почему? Потому что город приобрел тяжелые грехи. И сейчас уже ситуация будет. А то у нас один третий работал по графику. По всему городу. Рассказал депутат и о том, что в микрорайоне Верхняя Березовка начали строительство сетей водоснабжения. Проложены почти 200 метров водопровода. В этом году на строительство еще 550 метров планируют потратить 5 миллионов рублей. Многое сделано за эти годы. И отопление на дом и подромы, и дороги, и освещение. Особенно много работы сделано по освещению. Улица Кашевого, на Матросово, на площадке, на зеленом, старом зеленом освещении, на зеленхозе. Конечно, очень много проблем еще осталось, потому что у нас действительно индивидуальный центр, индивидуальный сектор очень разросся. Отдельные вопросы народный избранник обсудил с жителями уже после встречи с избирателями. Инна Суданукова, Жаргал Цериндашиев, Новости дня.